У Ненецкой агропромышленной компании есть возможность для развития и молочного, и мясного животноводства. Об этом заявил Александр Цибульский после посещения тепличного комбината «Солнышко» и Наринмарского отделения животноводческого комплекса. Осмотр производственных объектов агропромышленной компании начали с «Солнышка». Теплицы пока пустоют. Зимние месяцы для местных аграриев – время подготовки к следующему сезону. Первая рассада овощей будет высажена здесь через несколько месяцев. «Огурец выращивается в два ряда. Здесь работают тепличницы, у них свои каталочки. И вот ежегодно мы выращиваем где-то до 70 тонн огурца. Начинается огурец у нас с марта месяца, а заканчивается, как правило, в конец октября». Сейчас в одном из основных парников, где выращиваются огурцы и томаты, продолжается ремонт, а именно производится монтаж боковых стен из специального материала. Кроме того, работники комбината занимаются подготовкой грунта, а также в планах на ближайшее время приступить к проведению пусконаладочных работ новой котельной. Что касается увеличения производства, то оно невозможно без новых теплиц. Возводить их начали еще в 2011 году, но кроме фундамента подрядчик так ничего и не построил. Следующим объектом стала ферма. Директор агропромышленной компании Анатолий Чудочин показал главе региона, в каких условиях содержится скот, из чего формируется кормовая база, а также рассказал, как предприятие добилось увеличения надоев молока. Если в 2014 году мы доели на корову 4,680, то в прошлом году мы уже доели 5,280, 600 литров на корову добавили. А там много корма, отношения. То есть мы в 2013 году полностью пересматривали нашу заработную плату, но у нас все, кто работает с выработки, поэтому оленевод, доярка, скотник, они понимают, чем не больше надоели, тем больше получили. То есть привязаны к результату? Все к результату. Речь зашла и о субсидировании округом производителей молочной продукции. Руководитель компании отметил, что за три последних года ситуация с животноводством и переработкой молока изменилась в положительную сторону и как раз таки за счет окружных субсидий. Финансовая поддержка производства позволила получить дополнительные средства на развитие и обновление основных фондов. В частности, уже начато строительство нового телятника в Тельвиске. В завершении рабочей поездки Александр Цибульский попробовал местную продукцию. Глава региона остался доволен и при этом высоко оценил натуральность молочных изделий. Мне очень понравилось, что компания делает практически весь спектр и молочной, и кисломолочной продукции. Мы вот с коллегами все попробовали, все очень вкусно, и, что самое главное, все натурально. Это такой большой плюс, который обязательно надо постараться сохранить. По сути, там только в йогурте немножко добавляется закваска сухого молока, все остальное – это абсолютно натуральные продукты. Это крайне важно здесь, в условиях севера, где действительно климатические условия должны обеспечиваться качественным питанием. Поэтому будем развивать эту компанию. Компания должна покрывать внутренний спрос всего округа, и я думаю, что у нее для этого есть все возможности. Также Александр Цибульский заявил, что в ближайшее время с руководством компании состоится дополнительная встреча, где стороны обсудят дальнейшее развитие производства. Надежда Качегова, Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, Телеканал Север.